Я сейчас два слова пока скажу для тех, кто уже присоединился. Это мой аккаунт, поэтому предположительно меня там знают. Я Сергей Нижданов, тренер по йоге, по медитации. И сегодня я пригласил Ирину Смирнову в свой эфир. Это мой первый эфир. Я принял такое решение, потому что я знаю, что Ира обладает всякими для меня мистическими качествами. Она энергопрактик, торолог и творит чудеса. Я об этом сейчас расскажу, когда подключатся люди побольше. Ну и вообще она спортсменка, комсомолка, красавица и просто хорошая девушка, хороший человек. Сереж, меня видно привет или нет еще? Да, вот видно, я тебя вижу. Я просто вижу вместо себя черный квадратик. Что-то не знаю, я сейчас напишу тему второго, да, я напишу? Ну, главное будет, да? Предназначение. А, стираю. Предназначение. Публиковать. Супер, всех видно. Я себя не вижу, но, значит, буду любоваться в Сереже, тобой. Я вижу. Скажите, пожалуйста, да, вот видно всех. Ну, хорошо. Сейчас мы можем пока подождать, пока все подсоединятся, кто хотел, кто, может быть, случайно я вот вижу, когда вот эти, ну, там, онлайн кто-то. Да. Давайте, наверное, во-первых, я еще не поздоровалась, да, со всеми, потому что я думала, что меня не видно и меня никто не видит. Всем добрый вечер. Я Ирина, как сказал Сергей, и я занимаюсь различными энергопрактиками, в том числе картами Таро, расстановками и всем-всем-всем прочим. И сегодняшний эфир у нас случайно или не случайно совпал с Вольфургевой ночью. Ты помнишь, я тебе говорил про это? Да, пожалуйста, скажи, что это, но я перед этим хочу слово просто взять. Да, конечно. Вообще, почему я пригласил Иру и почему, ну, почему вообще мы общаемся и как это все произошло? Случилось так, что напротив моей двери, вот где я живу, есть соседняя дверь и там вот живет Ира. Ну и у нас же принято, не всегда было принято, ну вот у нас сейчас уже все соседи друг друга общаются, знают, а вот давно тогда эти, 10 лет назад или больше даже, я не помню сколько лет назад, ну как-то, ну да, симпатичная девушка, ну и что дальше? Ну, как-то я в машине сидел, как-то я в машине сидел и что-то мне вот грустно, то ли осень была, то ли что-то еще. И Ира выходит, и она не видела, что ее видит. И она выходит довольная, счастливая, что-то там дождь поливает. Думаю, вот это да, откуда мне все это? И я потом ей написал, говорю, Ира, я тебя увидел и вообще, и прямо, день, просто твой вид делает день. Ну, хорошее настроение, ты его даришь. Вот. В другие разы она как-то ко мне заходила, увидела, почувствовала, вот это сейчас она уже сама может рассказать, она начинает что-то чувствовать, и потом приходит что-то, приносит свои вот эти все, в том числе карты Таро, что тут начинается происходить, и я потом узнаю много всего интересного. Я просто сейчас не хочу, я просто хочу заинтересовать людей, не хочу подробно рассказать. И мы потом раскапываем тут целое, вернее, не мы, а, ну да, мы, Ирина, совместно работаем своими способами, как их назвать, ведьминскими. Она что-то такое делает невероятно, от чего я, ну, ну, если бы я не занимался много лет различной эзотерикой, практиками и так далее, я бы просто не поверил, вот честно. Ну да, так бывает. Да, и, ну, как бы я сейчас что-то сказал, и ни о чем, да, вот ты расскажи теперь, кто ты, что ты, ну, в смысле, в данном контексте. Нет, ты мне каждый раз задаешь этот вопрос, кто ты. Видимо, у меня... Я вот тебя вызвал в такой баттл, кто ты. Да, кто ты. Ну, во-первых, я человек, я женщина, это первостепенные мои, наверное, основы. Я занимаюсь энергопрактиками уже очень давно, около, наверное, девяти лет, восемь-девять лет где-то так, уже профессионально. Вот, и занимаюсь этим, началось все очень, наверное, или внезапно, или очень даже ожидаемо, потому что мне все это, скажем так, этот дар, может быть, какой-то, да, кто как это называет, мне это передалось по моему роду, вот, поэтому, в принципе, можно сказать, я занималась вспоминанием того, что у меня было, и... Так, ты что-то завис? А, нет, это ты просто задумался. Я иногда зависаю, могу не двигаться долго. Это ты завис, а не ты. Нас в буддийских монастырях так учат, ничего не делать, ну, часами. А я смотрю, ты думаешь, мир завис, вот это у тебя практика. Вот, и, в общем, я начала заниматься всякими такими энергетическими штуками, занимаюсь расстановками, медитациями. Работаю с фантомами, с родом, также рейки практикую и много-много всего прочего. Вот, и таро, кстати, я тоже читаю не как обычный таролог, то есть не по значениям, которые написаны в книжке, да, и которые нужно знать, что означает каждая карта. А я точно так же читаю карты из пространства, из потока. То есть, допустим, одна и та же карта, которая, значение в книжке описано там одно, мне говорят совсем другое, то есть у меня как кино целое разворачивается, как фильмы, которые я трактую уже и перевожу на человеческий язык, я это называю. Иногда, на самом деле, очень сложно те образы, которые ты видишь в голове, описать, в слова перевести. То есть я чаще всего вижу именно образами, вот прям как картинку. И для того, чтобы человек что-то понял, мне нужно ее уже описать в слова и ему объяснить и донести. Поэтому часто, кстати, я в своих каких-то практиках, консультациях именно человеку, например, привожу образов. То есть то, что я вижу, говорю, например, и привожу какой-то образ, который ему становится понятен, и так он его лучше воспринимает. Вот. Польза-то какая для людей? Вот мне сразу, чем ты можешь помочь? Для людей, на самом деле, польза большая, потому что, грубо говоря, я работаю проводником, я это так называю, то есть я доношу до человека ту информацию, которую ему нужно услышать сейчас, в данный момент времени. Вот. Потому что очень часто, ввиду того, что мы, проживая какой-то эмоционально важный для нас момент, мы там эмоционально якоримся и не можем посмотреть на ситуацию со стороны. То есть есть какие-то вещи, которые мы просто не замечаем, не видим или не готовы в себе, сами себе признаться. То есть, грубо говоря, есть какая-то комната тёмная, в которой ты ходишь и бьёшься об мебель, да, и ты знаешь, что там стоит диван, стол, стул, но ты не знаешь, как это расположено. Сначала ты вообще не знаешь, что там стоит диван, стол и стул, потом ты уже начинаешь понимать, что там это что-то стоит, но ты не видишь, где это, и ты ходишь и бьёшься. И моя задача — подсветить вот эти все моменты для того, чтобы человек перестал биться об эти вещи. Он их увидел, убрал возможность своей жизни и получил такое гармоничное состояние. То есть моя основная задача — сделать так, чтобы человек находился в гармоничном состоянии. И это бывает абсолютно по-разному и каждый раз в разной практике. Очень часто бывает так, что человек внутри сам все прекрасно знает, и ему взгляд со стороны незнакомого человека, который ему то же самое рассказывает и говорит, он ему помогает, во-первых, признать это все, во-вторых, посмотреть со стороны и разложить все по полочкам. И он такой, о, все, точно, я так вот действительно же и думал, что у меня же внутри вот такое же чувство не было. И когда он получает такую информацию, это дает ему толчок для развития внутреннего. Убираются какие-то блоки, которые ему мешают, убираются какие-то истории. У некоторых это сразу происходит, у некоторых нет, в зависимости от того, насколько глубокая проблема у человека есть. Или там он уже пришел на стадии, когда просто чуть-чуть, да, надо вот как бы слой лишний убрать, небольшой, да, а у кого-то очень глубоко нужно копать. Поэтому это каждый раз по-разному, работа индивидуальная. Вот. Но самое главное, это дает толчок человека в развитии. Он идет именно в развитии для себя самым гармоничным образом. Вот. Это моя основная задача. То есть вы как? Гармоничными. Гармоничными, счастливыми, да. То есть и это бывает на самом деле по-разному. С кем-то просто в процессе разговора, с кем-то делаем какие-то практики. То есть это на самом деле индивидуально, потому что вся информация, как работать с человеком, она приходит непосредственно онлайн во время общения. То есть я начинаю общаться с человеком, у меня есть поток, приходит информация, каким образом и что дальше делать. С кем-то нужно сходить в регрессию в прошлую жизнь, да, и раскопать какую-то историю там. Потому что у него там, допустим, было связано что-то с прошлым воплощением, какой-нибудь кармический узел там или еще что-то, и оттуда страхи тянутся сюда. И в этом воплощении человек не может объяснить, почему он там, допустим, чувствует определенные вещи или боится чего-то, да, дико. Вот. И мы, соответственно, идем в регрессию, например, в то воплощение, переписываем это. И в этом воплощении у него этот страх начинает уходить постепенно. То есть он его сначала видит, потом начинает контролировать, потом убирает. А как он это видит? Ты помогаешь? Ну да, то есть я иду с ним в регрессию. Мы идем именно в ту жизнь, в которую нужно пойти для того, чтобы решить эту задачу. Вот. И мы смотрим, что там была за ситуация, переписываем ее, и дальше просто человек уже в курсе. И когда он начинает дальше в жизни своей заваливаться опять в эти эмоции, он просто понимает, что им движет сейчас. И он сможет уже отделять себя, и вот этот вот процесс, который к нему приклеился, грубо говоря, из прошлого воплощения. Это первая стадия, когда человек начинает просто это видеть и замечать, отслеживать, да, но он еще может не управлять этим. И потом вот со временем он уже начинает управлять этим, разъединять, а потом совсем убирает. И у каждого это время занимает разно. Кто-то сразу, кто-то не сразу, кому-то постепенно зависит от внутреннего ресурса, готовности идти в это. Вот. И работать человек над собой. То есть если кто-нибудь на твой портал напишет, ну, Таро.спб, это же твой, да? Да, да. Таро.спб. То есть кто-то напишет, ну, и обозначит какую-то вопрос, проблему, ну, которая, ну, не разрешается там по жизни, да? Это же любой, может быть, вопрос. Со здоровьем может быть? Да, да. Ко мне обращались много людей, обращалось, которые не могли зачать ребенка. То есть вплоть до такого. Поэтому я считаю, что это проблема. Говорят, что, допустим, они физически здоровы, но проблема такая существует. И здесь нужно четко понимать, что тогда это нужно работать с энергией, с энергополями, да, людей, и просматривать эту ситуацию, почему там все происходит. Чаще всего там есть какие-то зажимы, страхи и прочее. Когда ты человеку об этом говоришь и начинаешь с ним работать и убираешь, мне потом, ну, девочки пишут, что у них получилось зачать ребенка, выносить его, родить, там, и так далее. И опять-таки это с каждым индивидуальная работа, с кем-то нужно, там, год, да, работать и больше убирать. Потому что это, знаешь, как луковица, которую ты убираешь потихонечку, по чуть-чуть, убираешь вот эти вот слои, да, чешуек, и доходишь до сердцевины. У кого-то, я говорю, уже последний слой остался, у кого-то очень много слоев. Поэтому это все индивидуально, но в том числе и со здоровьем тоже ко мне приходят, с лишним весом, там, ну, с разными абсолютными историями. Ну, а если человек понимает, что что-то не так в жизни, вот, ну, недоволен он в своей жизни. Да. Это твой пациент? Ну, вот он не знает, что. Да, на самом деле, да, потому что мы начинаем просматривать, да, я начинаю просматривать, в чем конкретно проблема. То есть, например, человек может прийти и сказать, у меня нету, ну, желания жить, например. Вот. И, естественно, моя задача найти причину, почему у него нет этого желания. То есть мы начинаем раскапываться, разговариваем, потом ходим в разные медитации и так далее. И мы узнаем, чаще всего бывает так, что человек, допустим, по жизни своей очень много получал, участвовал в каких-то травмирующих для себя. И оставлял, допустим, там части своей души и жизни, они, грубо говоря, разбросаны, да, по миру. И человек просто опустошен, и его энергополе находится, оно выглядит как решето. И через это решето, скажем так, начинает все вытекать, его жизненная энергия. И моя задача это увидеть, выяснить причину и залатать это, да, то есть и сказать. Но, кстати, вот хочу сказать, что волшебной таблетки, которую очень многие люди хотят получить, ее не существует. Потому что такие люди, как я, да, там, как ты, могут направить людей и рассказать им, дать инструмент, а дальше уже человек берет ответственность на себя, идет в свою жизнь и делает что-то сам. Либо не делает, это тоже его выбор, его право. Ну вот, вот облом, я... А ты хотел про блеточку? Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты говорила, что сегодня ночью что-то будет особенное. И что это вообще? Сегодня ночью в Альпургеву ночь, так называемая. Это явление, оно было вообще давно очень, да, тянется. В Европе этот день считается, ночь, вернее, перехода на весеннее время, на весеннее время в смысле в плане энергетики. Вот, то есть начинается весна, тепло и так далее. А у славян эта ночь считалась такой ведьменной ночью, так называемой. Они считали, что ведьмы в эту ночь собираются на шабаш все и делятся своими какими-то там историями, как они делали плохо другим людям. Но опять-таки я хочу сказать, что слово ведьма, оно изручено очень в современном мире, потому что изначально слово ведьма – это ведущая мать. То есть если разобрать это слово, это ведущая мать, то есть женщина, которая знает, грубо говоря, у нее есть какие-то знания, навыки, способности для того, чтобы помогать людям. Это уже потом, во времена инквизиции и всего прочего, когда нас безбожно сжигали на кострах. Вот, уже тогда появилось это, скажем так, значение слова, начало в негатив входить. И сейчас, к сожалению, ведьма воспринимается именно как какая-то злая баба-яга, которая там что-то делает. А хотя, кстати, если разобраться в архетипе бабы-яги, то тоже там очень много всего интересного можно найти. И советую всем, кстати, женщинам прочитать обязательно книгу «Бегущая с волками». Там очень хорошо описываются архетипы, в том числе и бабы-яги, и там, и всего прочего. И читать ее можно не подряд, сплошняком. Кстати, вот это очень интересно, Сереж, у меня очень много девочек, у которых есть эта книга. И все из них говорят, что ее вот от начала до конца, как обычную книжку, прочитать невозможно. И все ее читают как-то выборочно. И я в том числе, вот я реально прям чувствую, что у меня какой-то вопрос именно вот по своему состоянию, в котором я проживаю. Я задаю внутренний вопрос этой книги, открываю, и мне очень часто бывает так, что я открываю прямо на начало главы какой-то. И все, я понимаю, что сейчас мне нужно прочитать именно эту главу, и она мне расскажет про мое состояние, которое я сейчас проживаю, там 100% будут какие-то ответы для меня. Она вот так работает, то есть если кто-то, кого-то интересует, архетипы, да, вот эта вот вся история с точки зрения психологии, а тут тем более мифологии, это очень интересно, я прям всем советую. Ну все, придется книжку эту купить. Я тебе дам. Хорошо. Ребят, кто вот на линии, напишите, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я их потом буду, ну или Ира их увидит, мы постепенно будем на них отвечать, если есть, ну, какие. Вот, а теперь про предназначение ты хотела? Да, я хотела рассказать про предназначение, потому что... Это твоя наработка? Извини, это какая-то твоя наработка авторская? Да. Ну, не то же, да, я просто сейчас хочу поделиться своим мнением, наверное, как я отношусь к этому слову, что я в него вкладываю, потому что в настоящем современном мире очень много таких моментов, что создаются какие-то куча тренингов, как найти свое предназначение, и людей, к сожалению, почему-то запугивают этим, что если они не найдут свое чудо-предназначение, да, то это будет что-то плохое, они какую-то не такую жизнь проживут и так далее. И я реально сталкиваюсь с тем, да. Я проходил в прошлом году курс предназначения. Тебе помогло? Я там... Меня пригласили там йогу проводить. Вот очень известный Паша Кочкин, ну, известный в коучерских кругах, и я им очень благодарен за вот этот курс, это был набор потрясающих рабочих практик. Мы просто... Нам не рассказывали наше предназначение, мы его выкапывали, мы практиковали. А так и надо, на самом деле. Смотри, вообще изначально я очень люблю разбирать слова, да, на какие-то составные части, потому что я считаю, что это очень много можно сказать о слове, о самом, и возможности его используемого. Если разобрать слово предназначение на части, да, то можно тоже понять какую-то его суть. Пред, да, это приставка, которая означает перед чем-то, да, впереди. На — это тоже приставка, которая означает, ну, на поверхности, да, то есть снаружи что-то. И значение — это основная суть. И получается, то есть предназначение — то, что сверху над нами, то, что нас ведёт вперёд. То есть это наша основная суть, я это так понимаю. И можно сказать, что это миссия человека, да, на Земле, но слово «миссия» для меня, оно очень такое немножко тяжеловатое. То есть когда я говорю «миссия», это значит, меня как-то сразу так, знаешь, сплющивает, потому что я чувствую какую-то такую гиперответственность сразу. Поэтому слово «миссия» я не очень люблю использовать. Вот. А предназначение и суть — это очень хорошие такие мягкие слова. Но вот повторюсь-таки, в современном мире все с этим предназначением просто носятся, как курица с яйцом, и хотят его найти срочно, если не находят, боятся. И мне очень хочется донести до людей, что не нужно завышать важность этого слова, потому что вы всё и так знаете. То есть вы знаете внутри себя сами своё предназначение. На мой взгляд, предназначение твоё — это то, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, и это приносит пользу людям. Вот. Это твоё предназначение. И сегодня я хочу рассказать, как его найти. То есть дать просто элементарные какие-то вещи, которые помогут людям всё-таки это сделать. Но их нужно делать. Потому что одно дело — просто сидеть и хотеть, и послушать, а другое дело — их начать делать. И первое, что я хочу предложить, — это вспомнить вам, кем вы хотели стать в детстве. Потому что всё, как известно, у нас тянется с нашего детства. Вот кем ты хотел стать, Серёж, в детстве? Это было не очень хорошее желание. Ну, в моём понимании сейчас дальнобойщиком. Прикольно. А почему? Что тебе нравилось? Мне нравилось путешествовать. Мне нравилось путешествовать. И потом, вернее, это потом дальнобойщик был, потому что какой-то фильм был. А сначала это моряком. Хотел быть моряком. То есть путешествовать, смотреть на мир. Вот. Я тебе сейчас хочу рассказать такую вещь, что в детстве мы очень часто хотели быть, допустим, врачами, учителями и так далее. И сейчас, когда мы выросли, мы почему-то смотрим не в суть этого слова, а именно просто в само слово. Вот, например, я тебе поэтому задала вопрос. Что тебя привлекало в этом? Почему именно эти профессии? Потому что ты любишь путешествовать. А теперь взгляни на свою жизнь, да, и сколько дней ты проводишь дома просто. Понимаешь? Вот. Хорошо. Вот. И понимаешь, что из-за тебя получается так, что, по сути, ты исполняешь сейчас свою мечту детства. Просто она не в прямом значении этого слова, а в его сути. То же самое, как, например, я. Я в детстве очень любила играть в учителя. То есть я реально прям... У меня такой шкаф был. Я брала немел, рисовала на нем какие-то там примеры и объясняла. То есть я представляла, как я что-то людям рассказываю. И у меня мой вообще аркан второй, есть такое понятие арканология, которое высчитывает аркан человека и говорит о его предназначении тоже. Вот. У меня пятый аркад, иерафант или первый учитель. Вот. И если смотреться в суть, то учителем я не стала, да. То есть я не получил педагогическое образование, я не работаю в школе. Но, тем не менее, для меня учитель — это тот человек, который передает знания людям. И на данный момент времени одна из моих, скажем так, сфер деятельности — это передача знаний людям. То есть я делюсь тем, что я знаю, что я проходила через опыт свой, да, через какие-то учения там и так далее. Вот. Пожалуйста. По сути. А можно привязаться к слову «учитель» и сказать, ну, я не учитель. А можно посмотреть в сути, в глубину. Поэтому я людям всегда предлагаю вспомнить, кем они хотели быть, и потом задать себе вопрос, а что конкретно меня в этой профессии привлекало? Ну, может быть, кто-нибудь напишет сейчас и проведет такую консультацию. Ну, кто хотел кем-то стать? Ну, и Ира сделает такую анализ. Ну, если кто-то напишет сейчас. Давайте. Потому что я говорю, мы привыкли вот очень шаблонно, скажем так, да, мыслить. Тот же самый врач, например, да, человек-врач. Если посмотреть в суть, то есть он помогает людям. И ты можешь, там, быть массажистом, мастером рейки, еще что-то. То есть это точно такое же врачевательство, да, грубо говоря. Психолог – это тоже врач души человека. Поэтому в этом плане нужно смотреть именно в суть ваших желаний. Что-то у нас нет обратной связи пока. Ну, хорошо, дальше появится. Вот. Второе, значит, когда вы посмотрели в детстве, да, вы можете уже понять, куда вам двигаться дальше. И здесь еще раз повторюсь, смотрите в суть предмет. Вот. Нужно понять, приют для животных. Нужно понять, да, почему вы хотели создать приют для животных. То есть здесь больше… Это больше не профессия, наверное, да, это больше дело. А там есть «я хотела стать балериной», вот я хотел приют для животных. Вот, смотрите, балерина. Почему вы хотели стать балериной? потому что это может быть разная, да, причина. Первое, вы любили танцевать. Второе, вам нравилось внимание, которое обращают на балерину, и вы хотели быть такой звездой, скажем так. Третье, вам нравится сцена, выступать, да, вот это вот опять-таки внимание и так далее. То есть задайте себе вопрос, что конкретно вас привлекало. Возможно, это какой-то образ конкретного человека или конкретно балерина, и в ней есть те качества, которые вам нравятся и которыми бы вы хотели обладать. Поэтому вот здесь нужно четко понимать, балерины почему вы хотели стать. Возможно, вам в жизни сейчас просто нужно пойти на танцы, да, например, точно так же балет. Есть взрослый балет, пожалуйста, идите, и сейчас никто не держит, да, скажем так, и этим можно заниматься. Но если вы, допустим, любили именно внимание публичное, то, может быть, вам совсем не танцы нужны, да, а может быть, нужно просто выступать перед публикой, и таким образом вы будете тоже исполнять свое предназначение. По поводу приюта с животными. Это, наверное, больше не профессия, да, приют для животных, это не профессия. Это просто факт, да, что хотели делать. Но здесь, наверное, просто, что... Это больше говорит уже о качествах, сострадания, может, какого-то, да? Да, это больше об этом говорят, о том, что помогать, да, кому-то и так далее. То есть здесь тоже можно смотреть, можно быть там ветеринаром и так далее. И на самом деле сейчас тоже можно переводить деньги в фонды с животными и приютами и так далее. То есть вот хотели приют для животных, нужно пояснить, потому что не совсем понятна профессия, да, что вы хотели делать. Вот там Света пишет, добрый вечер, видишь? Да, вот я читаю, да. Я хотела стать переводчиком, жить в Одессе и замуж за моряка. Сейчас я исполнилась, только живу в Питере. Ну, слушайте, а Питер, чем не Одесса, только у нас немножко другое море, более мелкое, да, Пинский залив. И Холодрыга. А? И Холодрыга. Да, и Холодрыга, и солнце не так часто. Вот, то есть на самом деле это очень все здорово. Так, ничего конкретного не хотела, смотрела на мир с любопытством, не хотела брать на себя ответственность. На самом деле здесь вот тоже запрос, да, для работы. А сейчас вы берете на себя ответственность или вас это на самом деле до сих пор как-то пугает и мешает в жизни? Я считаю, что в практику всегда нужно идти и там к психологу, да, или к такому человеку, как я, там, ты, обращаться тогда, когда вас что-то беспокоит именно. То есть если вы живете не по правилам социума, да, каким-то, то я думаю, что вообще не нужно запариваться, нужно обращаться, если это конкретно вас как-то задевает. А если это не понимают другие, то вообще не нужно. Так, до сих пор не нашла себя. Вот смотрите, у вас есть такая история, что вы до сих пор находитесь в состоянии подростка или ребенка. Вам нужно повзрослеть психологически и взять ответственность на себя. Это тоже запрос, очень частый, кстати, в работе моей, когда человек приходит именно в таком подвижном состоянии, когда он психологически не является взрослым. То есть он инфантильный внутри, это люди, которые боятся брать ответственность, боятся решения принимать. Чаще всего они в работе не совсем успешны и не зарабатывают столько, сколько хотят, потому что детям дают деньги на карманные расходы только, да, то есть они не зарабатывают сами. Когда человек психологически не является взрослым, он не может получить то, что он хочет, да, грубо говоря. Он вступает в отношения созависимые тоже, где, скорее всего, он ищет себе родителей в отношениях и так далее. То есть здесь вам нужно действительно просто понять, найти себя, да, уже взять ответственность за себя и понять, что взрослые вы сейчас уже сами для себя. И своего внутреннего ребеночка вот этого нужно уже брать за него ответственность самой. А если не хочется менять, вот я вижу, что до сих пор люблю просто смотреть на него, может быть, ну... Вот я как раз про это и сказала, что если человек это не парит, то есть если вам не хочется и вам комфортно в этом состоянии, вообще не вопрос. Знаешь, что меня часто напрягает? Что, ну, часто какой-нибудь тренер или психолог начинает человеку говорить, что сейчас что-то не так у него. Нет, вот я всегда против этого, я всегда говорю людям, клиентам на своих консультациях, на живых встречах, когда я с девочками провожу, я всегда говорю, что вы уже сейчас нормальная, вы уже сейчас находитесь в нормальном состоянии. А за счет того, что сейчас куча всяких тренингов, которые улучшат себя, достигаторство там, ведическая женщина и так далее, куча всего просто историй, и люди начинают себя сравнивать с вот этими непонятными образами и начинают чувствовать себя некомфортно, потому что они думают, что они не ок сейчас. А я всегда говорю, что вы сейчас уже окей для себя, с вами уже все хорошо, и вы заслуживаете любовь уже сейчас, ее вообще не нужно заслуживать, вы ее просто чувствуете по праву своего рождения, она вам дана, и не нужно вот я сейчас пойду на вот этот тренинг, научусь вот так вот разговаривать, и тогда вот я буду классной. Да не будете, вы уже классная, и вы уже хороший человек, и с вами уже все в порядке, и на практику, повторюсь, нужно обращать, вот если вас не парит то, что вы до сих пор смотрите на мир, там плывете по течению и так далее, и живите так вообще, то есть, ну, если вас это как-то вводит в какой-то дискомфорт, и вы хотите это поменять, то тогда да, вам нужно обращаться к людям. То есть, если у человека есть объективные показатели, там, тревожности, неудовлетворение жизнью и так далее и там подобное, тогда, ну, можно покопаться в этом, да? Да, да, то есть человек должен прийти с запросом, а если вы как-то живете, повторюсь, то есть вот живете не в соответствии с общепринятой картинкой в социуме, да, вот такой стандартной, нормальной, скажем так, жизни, да, и вы сравниваете себя и думаете, что-то я не так живу. Вот если даже при этом сравнении вам абсолютно все равно, то тогда вообще не стоит идти ни к психологу, ни там к энергопрактику, никуда. То есть, если есть внутренний запрос, да, вас что-то тревожит, беспокоит, волнует, вы понимаете, что вы зашли в какой-то тупик, вам нужен человек, который вам просто подсветит эту ситуацию, да, как бы пиночек небольшой таск вперед, вот только тогда и нужно идти. Вот. Дальше я хочу про предназначение как раз-таки продолжить, и, возможно, человек, вот, вот, она сможет... Это очень классно, что вы радуетесь тому, что имеете, и это вообще на самом деле классно, потому что большинство людей этому учатся, да, в своей жизни во взрослых, потому что они забывают ценить те вещи, которые у них есть, но здесь у вас-таки все равно, наверное, если вас это парит, еще раз повторюсь, то нужно заниматься процессом взросления. Итак, второй момент, то есть, первое, вы вспоминаете, кем вы хотели быть в детстве, задаете вопрос в суть этого слова, да, то есть, не конкретно, вот, учитель и все, а почему вас это привлекало, тогда вы понимаете свою суть. Второй момент. Нужно выписать 50 пунктов того, чем вам нравится заниматься. Да, а ты думал, только чаек купивать и размышлять? Нет. Я всегда говорю, когда мы хотим получить какой-то результат, нужно что-то делать, потому что мы живем в материальном мире, и материальный мир — это мир проявлений, то есть действий. Я могу сколько угодно сидеть и медитировать, чтобы у меня там что-то появилось, но если я не пойду и не начну делать какие-то телодвижения в эту сторону, это не появится. Поэтому здесь я всегда говорю, что нужно что-то делать, и в данном случае как минимум написать 50 пунктов того, чем вам нравится заниматься в жизни. Зачем? Очень часто у нас наша энергия, она вот так вот размазана в пространстве, и мы не знаем, за что хвататься, то есть, ну, мы не можем себя направить, поэтому появляются такие фразы, что я не могу найти себя, да, то есть я не понимаю, чем мне нравится заниматься и так далее. И данная практика и упражнение, оно позволяет человеку просто понять, что действительно ему нравится, и убрать вот эту кашу в голове, и просто выписать ее на листочек. Далее, перед вами появляется 50 вот этих пунктов, которые вот вам нравится заниматься. Я не знаю, там, фотографировать, монтировать видео, готовить, читать книги, писать какие-то... Йога. Да, вести йогу. Вести йогу, делать массаж, не знаю, там, ну, все что угодно, да, там, прически делать, красить ногти себе просто, да, или еще что-то. И вы выписываете 50 вот этих действий, которые вам нравится делать. Далее, вы смотрите на этот листочек, таким образом вы уже сделали первую часть, то есть вы, ваши мысли, вот эту кашу ментальную, вы ее материализовали на листочек, она уже у вас в материальном мире проявилась. И мозг уже воспринимает эту информацию более структурно. Не вот так вот размазано, а уже какая-то структура появляется. Дальше, вы смотрите на эти 50 пунктов, и вам нужно сделать следующее. Собрать несколько групп из этих слов, которые подходят друг другу. Например, фотосъемка, монтаж, общение с людьми, там, и так далее. Это в одну группу, да, там, назовем ее творчество, там. Готовить, там, убирать или еще что-то, это в другую группу. То есть вам нужно понять, как связаны между собой вот эти элементы, и создать такие группы. Допустим, вы создаете 6 групп, да, или 5 группов, и как-то распределились. Вы смотрите на эти группы. В какой-то группе одно слово, которое вы никуда не смогли больше отнести, а в какой-то группе 15, да, вот этих действий. И вы понимаете, что, наверное, вам стоит обратить внимание вот на эту группу. И вы смотрите, что в этой группе конкретный перечень того, чем вам нравится заниматься. Дальше. Вы берете и смотрите, каким образом я могу это монетизировать. То есть любая наша деятельность, да, она все-таки должна приносить нам какой-то доход. Вы смотрите на это все и понимаете, каким образом я могу соединить, допустим, фотографию, видеомонтаж, общение с людьми, там, то-то, то-то, то-то. О, наверное, я могу стать там видеографом каким-то или фотографом. Что мне для этого надо? У меня есть камера, но мне нужно докупить вспышку, мне нужно пройти уроки вот там-то, там-то. Я начинаю смотреть, сколько это стоит, понимать, что мне делать. И таким образом вот эти вот 100% энергии мои, которые были размазаны вот так и на каждый пункт по 0,5%, у меня моя энергия в этот там один пункт, она будет просто вот так направлена мощным потоком. И она, соответственно, куда направлена энергия, туда направлено наше внимание и наша жизнь. И там начнется вот так вот закручиваться и получаться. И человек просто начнет реально делать то, от чего он кайфует, он будет направлять энергию туда вот точечно. И это очень круто начинает работать. То есть не каша вот такая в голове, знаешь, я всегда говорю задание. Одно дело, что я скажу, я хочу купить обувь. Или вот, Сереж, купи мне обувь. Какую? Какую? Мужские, женские, детские, размер, там, фасон. Даже если я тебе скажу, я хочу туфли, чтобы ты мне купил. Какие туфли? Черный, белый, красный размер, каблук, без каблука. Кожа, замша, лаковый, там, не лаковый. Какой-то бренд конкретный. И то есть одно дело, что я говорю обувь, и ты вот так вот не понимаешь, что делать. Идешь в магазин и ходишь 500 тысяч лет, и не можешь мне купить. А еще приносишь, и я говорю, мне это нравится. А другое дело, я тебе конкретно что-то говорю. И у тебя время сокращается на выполнение задачи. Да, то есть ты идешь в конкретный магазин, конкретную эту обувь, этого размера, приносишь мне, и я такая, вау, спасибо, это то, что я хотела. Ты свой запрос конкретизируешь. Да, то есть ты вот эту вот энергию свою, вместо размазанного вот этого состояния, ты ее просто направляешь в то русло, которое тебе действительно нравится. Вот, и это очень круто работает, потому что реально, ну, ты начинаешь просто вот, собираешь энергию и направляешь ее туда. И это начинает работать. Там вместо 0,5%, которые где-то там были в голове, у тебя становится 75% твоей энергии направлено туда. И представь, какой это выхлоп будет. То есть ты уже целенаправленно этим будешь заниматься. Вот. Дальше. Я всегда предлагаю использовать различные системы познания себя. Там, по-моему, вопрос какой-то будет. Там про Вальпургевую ночь Саша написала, но это можно попозже. Ой, на самом деле у меня в моем профиле есть последний профиль, он называется Вальпургевую ночь. Там как раз я написала, какие практики можно сделать. Вот, почитайте. Если что, можете мне там написать, я вам отвечу. В каком профиле? Второй СПБ? Второй СПБ, да. Второй точка СПБ. Саша, слышал? Да, второй СПБ, там будет ответ на вопрос. Дальше. Я всегда призываю людей изучать себя. Изучать, используя различные техники. Благо они сейчас есть вообще в доступе и платные, и бесплатные, и так далее. Одну, про одну эту технику я уже сказала. Это, допустим, арканология. Да, та же самая. У каждого человека есть дата его рождения. И, высчитывая определенное число, ты можешь понять, какому аркану соответствует эта дата. Аркан — это... В картах Таро есть так называемые масти. То есть это пентакли, кубки, мечи, жезлы. И есть так называемые... Ну, вот как козыри в игральных картах. То есть это высшие карты, арканы так называемые. И вот эти арканы человек, когда высчитывает определенную дату, он может прочитать описание этого аркана и понять свою направленность, да, к чему предрасположенность, скажем так, есть у него, заложенная этим числом, этим арканом. У меня, кстати, в моем профиле тоже есть эта история. Как это рассчитать? Можно посмотреть характеристики конкретные. И все это я давно писала, еще года два назад, когда только заводила этот профиль. Вот. Вы высчитываете, и там написано положительное, да, скажем так, качество этого аркана и отрицательное качество. То есть это то, куда мы можем заваливаться. Эти отрицательные качества, они абсолютно не обязательно, что они проявлены будут все, да, так же, как и положительные. Но вы, когда читаете, у вас внутри что-то отзывается, вы понимаете, что это вот про вас, да, там есть история. И когда вы это знаете, вы можете уже этим управлять. Также я всегда советую сходить, допустим, к астрологу какому-нибудь хорошему и составить натальную карту. Если это нужно, у меня есть астролог хороший, с которым я работала, она мне составляла карту, мы с ней разговаривали, описывали. Астрологи хорошие тоже могут сказать вам вашу предрасположенность, да, то есть к чему ваша душа, скажем так, по совокупности составления там звезд, да, на планете, в дату вашего рождения, к чему вы склонны. Это поможет вам выбрать какое-то направление, да, в котором вы можете точно так же найти какой-то свой путь, да, свое предназначение, свою работу. Есть такое понятие, как нумерология. Это тоже такая история, где просчитывается ваше имя, ваш числовый код, ваша там дата рождения сводится тоже до определенных чисел, и человек тоже может сказать на основании этих чисел, к чему вы предрасположены. И вот можно, скажем так, в это верить, можно не верить, но когда я делала эти разборы, на самом деле мне в жизни это всегда очень сильно помогало, потому что каждый раз ты погружаешься глубже, глубже, глубже в себя и узнаешь какие-то вещи. И вот то, чем я занимаюсь, да, скажем так, моя вторая сфера деятельности, вот все про это всегда мне говорили, что это заложено уже в каких-то там моих данных, да, скажем так, которые вот с теми числами, с которыми я родилась, да, там именем и так далее. И есть еще очень крутая система, называется дизайн человека. Ты слышал такое? Конечно. Да, я думаю, все это слышали уже на слуху. Да, я очень люблю на самом деле эту историю, потому что она тоже помогает понять себя лучше. Вот этот профиль твой скажи на всякий случай, чтобы знать. Чтобы знать, как со мной звонить. Ладно, ладно, пусть будет тайна. Нет, это не тайна, я манифестор, и мой профиль 5.1, еретик-исследователь. Вот, это на самом деле реально так и есть, когда ты читаешь характеристики. Во-первых, да, я сейчас скажу, чтобы не кинулись никому там деньги отдавать на этих сайтах. Есть очень много сайтов в интернете с открытым доступом, где вы можете забить, там, рассчитать дизайн человека. Появляется куча сайтов, вы вводите свои данные, это время, место рождения, ну и дату, соответственно. В дизайне человека важно знать время рождения, как, в принципе, в астрологии. Вот. О, да, тоже профиль 5.1, здорово. И, соответственно, когда вы это вводите, да. Тоже. Серьезно? Собрались тут исследователи, еретики. Вот. Когда вы начинаете вводить это, у вас появляется расчет вашего профиля. То есть там будет написано, допустим, генератор или манифестирующий генератор, там, 3.2, допустим. И дальше вам предлагают купить расчет этой карты. Вот этого не нужно делать в самом начале. Нужно просто дальше начать исследование. Потому что есть куча сайтов с бесплатной информацией, где вы можете на первом этапе не расшифровать свой боди-град, да, то есть в котором появляется картинка, от чего там, какие у вас центры закрашены или нет. Просто для начала почитайте характеристики вашего профиля. Вот первое, что вы, допустим, манифестер, да, почитайте основные характеристики характера. И профиль. И еще обязательно почитайте «Ложное я». Это очень крутая штука, которая помогает, опять-таки, не заваливаться в эту историю, отслеживать и понимать, вот где сейчас я и почему я там. Это, на самом деле, очень помогает. Я тоже проходила даже курс по специальной манифестерам, по дизайну человека и заказывала себе разбор тоже. Ребята, у меня, на самом деле, есть контакты всех людей, которые деятельность я перечислила, потому что каким-то образом они находятся, находят друг друга, и мы реально друг другу все время помогаем, мы делаем разборы какие-то и обращаемся за помощью друг другу. Ну, то есть, как обычные люди, скажем так. Вот. И у меня есть и нумеролог, и астролог, и человек, который занимается разбором дизайна человека. Это проверенные люди. Это не просто в интернете какой-то сайт. Поэтому, если вас это заинтересует, лучше напишите мне, я дам контакты, и дальше вы уже прочитаете там профили людей и посмотрите, отзываются у вас или нет. По крайней мере, это будет какой-то проверенный, да, источник, а не просто кто-то в интернете. То есть, вот, и дальше вы начинаете это изучать и понимаете, куда вы заваливаетесь, да, как себя вести с другими людьми, как лучше взаимодействовать, как там у вас проявляются какие-то внутренние моменты, и почему вы реагируете на некоторые вещи именно так. Это очень важно. Вот у меня терпения не хватает все вот это читать и изучать. По-моему, я 5,3, кстати, а не 5,1. Ну, смотри, у тебя, возможно, есть такая особенность. Я нужен человек, который скажет, вот как ты. Вот, может быть и так. Я, допустим, когда я сначала занялась изучением, то есть я читала просто вот именно, кто такие манифесты, да, я начала читать, как они общаются с другими людьми, вот это вот все. И когда я поняла, что та информация, которую вот я могу взять, скажем так, просто в открытых источниках, все, она закончилась, я ей наполнилась, я поняла, что дальше мне нужна профессиональная расшифровка именно вот этого бодиграфа. То есть я дошла до него, скажем так. И я пришла уже с каким-то внутренним пониманием, что из себя представляет эта система. И дальше мне вот этот человек, он просто по моему бодиграфу начал идти и говорить, что означает вот этот центр, этот центр, этот центр, почему он закрашен и что это дает там, почему он не закрашен, с какими людьми мне будет взаимодействовать лучше. Также составляют, допустим, на пару, да. Когда пара приходит, можно составить взаимодействие двух людей и понять, как лучше им друг с другом коммуницировать. Вот. И когда вы начнете использовать все эти системы познания, которые сейчас есть, просто их куча, вы начнете… Саша спрашивает, тета-хиллинг. Тета-хиллинг, да, я знакома с тета-хиллингом, конечно. Вот. А, там вопрос, знакомы или нет? Ну, знакомы. Мы знакомы, да. Я думаю, что ты тоже. Вот. И, соответственно, когда вы начинаете изучать все вот эти вот системы познания, у вас по пазлику, по пазлику, по маленькому складывается общая картина. А можете зайти, почитать. Вот, кстати, это вам тоже будет как одно из заданий. Зайдите, посчитайте, какой у вас конкретный тип. Почитайте еще раз информацию про этот тип. Дает, на самом деле, очень много таких моментов, когда ты заглядываешь в себя и реально вот, вот, правда, находишь вот эти моменты, которые там описаны в своем характере, в своем поведении. Вот прям вообще типичные. Но я всегда призываю к тому, вот это очень важно, я всегда призываю к тому людей, чтобы они всегда слушали себя в первую очередь. То есть не нужно делать так, что я по знаку зодиака рак, и у меня, значит, вот такие вот характеристики, да, то есть я там уперта или там еще какая-то, вот я, значит, вот так себя веду. Нет. Вам нужно понять, что в любом учении, у любого человека, с которым вы взаимодействуете, будь то там, не знаю, астролог, нумеролог, как там я даже, да, ту информацию, которую сейчас вам говорю, берите только то, что ложится в ваше сердце, в ваше душу, в ваше тело вот мягко, да, и только часть, все пропускайте через себя. То же самое про питание, вот эта история, да, которая сейчас. Кто-то там в веганство ударился, кто-то еще что-то, и люди смотрят и начинают делать то же самое, а их организму это не свойственно. Например, им жизненно необходимо есть мясо. Они перестают это делать просто потому, что кто-то так делает, а им плохо физически становится. И вот здесь очень важно всегда слушать себя, свое тело, свою душу и делать только то, что у вас откликается. При выборе человека, с которым вы будете работать, да, там, психолог или энергопрактика и так далее, всегда очень важно слушать внутренний отклик свой. Отзывается у вас этот человек или нет? Есть ли у вас какой-то, скажем так, ну, отклик на человека, контакт? Действительно ли вам хочется к нему пойти и доверить, да, свою какую-то историю для работы? Вот это очень важно. Не нужно вписывать себя прям четко в какую-то концепцию. Берите только то, что откликается. У нас 10 минут. Да, хорошо. Последний пункт. Так. Последний пункт, значит, это у меня записан следующий. У меня шпаргалочка есть. Я подготовила. Это медитация. Очень классная медитация. Я ее обожаю. И предлагаю вам ее сделать самостоятельно, не сейчас, да. Медитация, она работает не только с предназначением, она работает, в принципе, со всеми нашими желаниями. Потому что в нашей жизни есть очень много желаний, куча, да, мы всего хотим. Но, к сожалению, или к счастью, возможно, не все эти желания являются нашими. То есть какие-то желания, они навязаны социумом, родителями там и так далее. И мы, к сожалению, не можем иногда отличить, где наши, а где не наши, и чего мы истинно хотим именно мы. О, один-три. Манифестирующий генератор. Прикольно. Вот. И мы не можем зачастую отличить свои желания от каких-то социальных. Как это сделать? Я даю такую практику. Вам нужно закрыть глаза, да, расслабить свое тело и войти в обычную медитацию, как вы это делаете. То есть постепенно расслабить тело, пустить по телу сканы и так далее. И представить себя в каком-то месте вашей силы, если оно у вас есть. Либо представить себя на лесной полянке, допустим, да. Но вам должно быть там комфортно, вы должны чувствовать себя там защищенно. И далее что вы делаете? Вы вспоминаете какую-то ситуацию или случай жизни, где вы чувствовали себя очень счастливым человеком. Ну вот прям у вас такое было вот классное состояние, такое вот тело мягкое, расслабленное, наполненное. Вот вам прям в этой ситуации было очень круто. Дальше что вы делаете? Вы произносите вслух либо ваше желание в настоящем моменте, допустим. Либо вот если мы сегодня про предназначение, да, говорим, то либо произносите тот вид деятельности, которым вы занимаетесь. Например, я балерина, да, там и так далее. И вы слушаете свое тело в данный момент. Как оно у вас реагирует? Что вы чувствуете? Вдруг вы чувствуете скованность и сжатость. И у вас так, хоп, и зажалась грудная клетка, например. Или вы дышать перестали. Или у вас все черное резко в глазах стало. Что? То есть здесь очень важно работать со своим телом и с вниманием, да. То есть очень четко отслеживать вот эти мимолетные реакции. И дальше вы просто на сравнении чувствуете, когда у вас было вот такое состояние, да, в момент этого счастья. И какое у вас состояние вот сейчас, когда у вас это желание якобы, да, осуществилось, либо это в деятельности. Если это схлопывание происходит и куда-то в негатив, то, скорее всего, это не ваше желание. И, скорее всего, вам не подходит этот вид деятельности. Либо там есть какие-то страхи блокирующие. Если вы говорите там вот в этом состоянии счастливом и говорите там «я балерина», и у вас вот это вот состояние, оно остается, значит, вам действительно можно работать в этой сфере, и, скажем так, идти туда и этим заниматься и развивать. И так про все-все-все желания. И вот поверьте, сколько раз я делала такое на практике и на живых встречах тоже. Я давала задание написать 10 своих желаний. И вот из 10 чувствовал человек максимум, максимум вообще, никогда не было больше трех желаний, которые резонировали вот так. О чем это говорит? Это может говорить о том, что либо это действительно желание, не человека, да, то есть ему не подходит. Пожалуйста, я буду рада, если она вам принесет благо. Вот. Либо это может быть такое, что на данный момент времени у человека нет ресурса внутреннего, чтобы впустить это желание. То есть мы можем, допустим, даже если взять денежный пример, да, я могу сегодня зарабатывать там 50 тысяч рублей, но я хочу зарабатывать полтора миллиона. И я говорю вот эту фразу, что я там, я зарабатываю полтора миллиона. Естественно, я буду схлопываться, потому что мой внутренний ресурс, он не впускает вот это желание огромное, не готов. И нужно, я понимать буду, что нужно постепенно поделить, а может быть, он мне вообще не нужен, да, то есть, может быть, мне хватит там, не знаю, 500 тысяч, да, а не полтора миллиона. То есть, и вот здесь очень важно вот это слушать себя. И что происходит, да? Опять-таки, как вот я в самом начале сказала, у вас ваша энергия, она не вот так размазывается на 10 желаний, 7 из которых вам не нужны сейчас. Она целенаправленно собирается и будет по 30% на каждое из трех желаний, а не по 10, понимаете, да? Вот. Это будет очень круто работать, то есть вы фокусироваться будете, энергии целенаправленно прямо туда направляете. Пять минут. Да, давайте я итог подведу. Какие практики, да, по предназначению? Первое, вспоминайте, кем вы хотели быть в детстве, но смотрите не на само слово, а на суть. Что вам конкретно там нравилось? Например, там, моряком, дальнобойщиком. Почему? Потому что они много путешествуют, значит, я люблю путешествовать, там, мне это нравилось, именно путешествие. И, возможно, в настоящий момент я смогу выбрать, там, стать блогером, да, про путешествия, не обязательно мне быть дальнобойщиком или моряком, да, для этого становиться. Саму суть своего желания я буду исполнять просто в другой специальности. Второе. Выписать 50 пунктов того, чем вам нравится заниматься, какой вид деятельности, распределить по группам, посмотреть, в каких группах больше всего этих моментов, и туда направить внимание, понять, как это реализировать, что я могу сделать, и написать, опять-таки, набрать внимание. Третье. Это использовать различные системы познания, такие как нумерология, отконология, астрология западная, восточная, дизайн человека, всё, что угодно. Те же самые архетипы, да, то есть всё-всё-всё, что угодно, вот это изучать, и из каждой этой системы познания выбирать вот по чуть-чуть для себя, и у вас будет складываться из пазликов маленьких целая картина. И четвёртое – это сделать вот эту медитацию, когда вы действительно поймёте, да, чем вы хотите заниматься, сформулируйте, произносить вслух это, то, что у вас это уже есть, и вы этим занимаетесь, и сравнивать вот эти два состояния. Это поможет вам определить, действительно, ваше предназначение в жизни. Вот, у меня всё. Скажи, как ты принимаешь онлайн, очно, заочно? Как попасть, вот если кто-то спросит? Принимаю я и онлайн, и очно, по-разному, потому что, ну, вообще, чаще всего, на самом деле, онлайн работаю со всем миром. Вот, у меня есть в профиле в сохранённых сториз, услуги и расклады. Вот, можно посмотреть, там написано, у меня можно заказать отдельно расклады Таро, и отдельно консультацию. Консультация получасовой, либо часовой. Обычно этого хватает, вот, ну, вполне. Вот. И дальше уже просто написать мне в директ, и я договариваюсь о времени с человеком, мы созваниваемся и начинаем работать. Вот. Правильно я понял, что ты считываешь конкретно для каждого человека из пространства информацию? Конечно, да. Ну, то есть человек приходит с конкретным запросом, и я с ним именно работаю. Информация, как мне с ним работать, какие практики использовать, приходит именно из пространства, и мне дают именно то, к чему человек сейчас готов. То есть ко мне не приходят люди, которые не готовы работать, и которые не готовы работать. То есть ко мне чаще всего приходят такие люди, которые реально уже всё. То есть они внутренне готовы сделать толчок, потому что, скажем так, я им даю мощный толчок, но такой, который они смогут переварить и дальше использовать себе на благо. Ну что, если какой-то есть вопрос, напишите, у нас минута. Я не знаю, эфир минут, час же длится, да? Да, ты только, мне кажется, лучше завершить, и сохранить, иначе ты не сможешь, наверное, потом сохранить, если он вылетит. Мы будем прощаться, сейчас будем сохранять. Я сохраню этот эфир, надо его ещё раз посмотреть. Была Ирина Смирнова, taro.spb, у меня в эфире. Всё, до новых встреч. Спасибо большое, пока-пока.